всех приветствую кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом уроке мы рассмотрим кромочные петельки которые образуют нашу кромку кромку изделия которые мы будем вывязывать она неоднозначно определяет каков будет край изделия и способы провязывания бывают различные при различном вывязывании этих петелек образуются вот такой вот край нашего изделия и он большое имеет значение что в дальнейшем мы будем выполнять с этим краем что мы будем делать для чего наше изделие предназначено для сшивания то есть это будут боковые швы либо это будет наш шарф который мы будем носить и больше кромочные не будут участвовать ни в каких других манипуляциях поэтому способы провязывания их тоже определенное количество сейчас на данный момент я хочу вам показать ровный кромочный край которые зачастую в большом количестве провязывается он используется в основном для лицевых гладей и он является эластичным поэтому его можно также и сшивать и проводить дальнейшие манипуляции с ним существует четыре способа провязывания возможно может быть еще но я пользуюсь несколькими способами покажу вам четыре которые есть и я знаю и так первый способ наши кромочные петли являются крайними петельками в нашего изделия они не участвуют в узоре и не подсчитываются в образцах то есть если вяжется оборотными рядами вот эти петельки не считаются в образце они не являются счетом то есть мы их отдельно при плюсовываем две кромочные а узором является только посерединке наши петельки и так лицевой ряд первый способ провязывания ровного края первую кромочную мы снимаем у нас нить за спицей мы ее просто сняли не провязывая провязываем наш узор который у нас будет в данном случае это лицевая лицевая гладь лицевыми петельками и в конце ряда нашу кромочную лицевом ряду мы провяжем изнаночной петлей нить мы перед спицей оставим и сделаем изнаночную петельку повернем наше вязание снимем первую петлю нить у нас будет за спицей переведем нить перед рабочие перед спицей на которой находятся петли и провяжем наш узор каким мы его провязываем в данном случае это у нас изнаночные петли и в конце ряда мы кромочную петельку провяжем изнаночной петлей мы провяжем ее изнаночной петлей это был первый способ провязывания кромки которая образует вот такие вот цепочки эти цепочки являются некой такой петлей которая обхватывает так скажем практически два наших рядочка вот видите ряд изнаночный и ряд лицевой вот она идет на практически на два рядочка пришивание мы будем сшивать и захватывать вот эту вот цепочку либо набирать петлю для набора петель тоже существует и другие более удобные способы теперь второй способ второй способ мы первую петлю снимаем как при изнаночном вязании нить у нас перед спицей вяжем лицевой ряд данным узором который у нас есть данном случае это лицевой лицевая гладь и последнюю петельку мы также в лицевом ряду снимем нить переведем перед спицей и снимем последнюю петельку повернем вязание первую петлю мы провяжем скрещенной петлей лицевой захватим ниточку провяжем узор который у нас есть данном случае у нас сейчас идет изнанка и последнюю петлю в изнаночном ряду провяжем лицевой когда мы повернем вязание у нас опять будет снимем петлю провяжем все лицевыми петельками снимем последнюю петлю и когда повернем свяжем ее скрещенной петлей давайте еще раз когда будем провязывать последнюю петельку нить перед спицей снимем петельку повернем вязание провяжем ее скрещенной за переднюю стенку вот таким образом провяжем изнаночные петельки последнюю петлю провяжем лицевой провяжем лицевой это был второй способ провязывания посмотрим как у нас получился край изделия вот как получился край изделия вот такие цепочки которые практически тоже занимают один с половинкой третий способ провязывания ровного края или вот края который имеет вот такую цепочку первую петлю мы будем провязывать скрещенной петлей за переднюю стенку скрещенной петлей провяжем все лицевые петельки и последнюю петельку мы провяжем лицевой петлей последнюю петлю мы провяжем лицевой петлей повернем наше вязание первую петлю мы снимем нить у нас перед спицей провяжем весь изнаночный ряд либо узор которым вы провязываете свое изделие и последнюю петельку изнаночную мы просто снимем не провязывая нить у нас будет перед спицей мы ее просто снимем когда мы повернем свое вязание мы первую петлю провяжем скрещенной лицевой петлей и провяжем все лицевые в конце свяжем одну лицевую петлю и провяжем в конце одну лицевую петлю когда мы повернем вязание первую петлю мы снимем как при изнаночном без провязывания провяжем изнаночный ряд и последнюю петельку мы просто снимем не провязывая вот провязав изнаночные последнюю мы не провязываем у нас нить перед петлей вот какой у нас получается кромочные вот рядочек край как у нас получается кромка как получается вот эти петельки они все идут цепочкой это у нас был третий вариант провязывание ровного края еще один провязываю еще один способ провязывания такого же ровного края первую петельку мы снимем как для изнаночного вязания у нас нить будет перед спицей провяжем лицевые петельки либо узор который у вас существует на спицах провяжем все лицевыми и последнюю петлю в лицевом ряду мы провяжем лицевой очень похож на первый способ только петли поменялись местами повернем наше вязание вот наша кромочная петелька мы ее просто снимем провяжем все наши изнаночные петельки и последнюю петлю мы провяжем лицевой первый и четвертый способ они очень похожи друг на друга только петли первое и последнее немножечко отличаются провяжем лицевой когда повернем вязание мы эту снимем а эту провяжем лицевой это был четвертый вариант провязывания кромочной вот такой вот ровного видите какие получаются цепочки вы можете выбрать свой способ самостоятельно провязав эти четыре и понять какой для вас легче запоминается и проще я зачастую вижу первым способом и первый способ у нас был дан когда мы обучались он считался ровным краем сейчас мы сравним вот все варианты которые я провязывала я вот видите обозначила 1 2 3 и это 4 сравним сейчас наши кромочные петельки как они выглядят первый вариант будем смотреть с изнанки потому что у нас изнанка она как бы показатель того как заворачивается вот вот этот вот край второй вариант получается что у нас кромка во всех вариантах получается одинаковая это у нас третий просто способы ее провязывания немножечко отличаются даже когда мы смотрим какие-либо мастер-классы рукодельниц мы видим что каждая провязывает по-своему и край и это это не говорит о том что это неправильно просто у каждого свой способ вы выберите для себя свой способ 1 и 4 они более легко запоминаются хотя 2 и 4 2 и 3 они тоже в принципе не сложные если их вязать постоянно и регулярно то они нам запомнится и вот как видите край у всех практически одинаковые даже не практически одинаковые то есть он у всех заворачивается чуть-чуть вовнутрь он является таким эластичным хорошо растягивается вот видите и в принципе как бы имеет место быть и зачастую он является распространенным и более всего вывязываем рукодельницами он одинаковый выбирайте свой способ провязывайте вы можете провязать не обязательно на отдельных образцах вяжите кусочек одним способом 2 другим способом и определитесь для себя какой для вас больше быстрее запоминается и провязывайте своим способом но от говорится от переменами слагаемых не меняется наша кромка наш ряд получается видите во всех он немножечко подкручивается то есть он практически одинаковый существует еще провязывание кромки и вывязывание кромочные петли для таких случаев когда нам нужно пришить изделие и должна быть состыковка между узорами между полосками либо какие-либо фрагменты должны не сдвигаться этот край еще подходит для швов при этом крае швы получаются очень аккуратные и этот сам край довольно таки более плотный не настолько эластичные и не растягивается бывает что изделие здесь тянется а цепочка которую мы вязали до этого она а немного стягивает полотно поэтому этот способ он приемлем и я также вязала ставлю ссылочку я вязала кардиган жаккардом там я выполняла такой край действительно получается очень тоненькая обработка самого края когда сшиваются эти изделия полотно до детали в чем суть провязывания самой кромочной петли в таком способе каждая первая и последняя петля провязывается в каждом ряду в лицевом и в изнаночном здесь мы ее уже не снимаем спицы а провязываем в лицевом ряду мы провязываем лицевой и здесь мы не растягиваем петли а они более затянуты провязываем наш узор который мы выбрали в своем изделии в данном случае это лицевая гладь и последнюю петлю я провяжу изнаночной лицевой петлей в конце ряда я провяжу ее лицевой петлей я провязываю лицевой поворачиваю полотно на изнаночную сторону и здесь мы проводим то же самое вот мы ее берем эту петлю и не снимаем как при обычном а провязываем и провязываем не свободно вот чтобы болталась иначе у нас здесь пойдет бахрома вот эти петли мы чуть-чуть затягиваем больше обычного вот потому что край провязывается в каждом ряду что способствует даже легкому просчитыванию рядов такой кромки потому что в первом способе где ровный край у нас одна цепочка занимает почти два ряда там по цепочке невозможно высчитать ряды последнюю мы провязываем изнаночной и тоже не свободно а более плотно поворачиваем вязание и провязываем опять не снимаем как в том в тех способах а провязываем и не сильно растягиваем петля должна быть такая же как в самом изделии провязываем все лицевыми петлями и провязываем в конце лицевой петлей суть заключается в том что в первую провязываем последнюю провязываем в изнаночном ряду первую провязываем и последнюю провязываем заключается суть в том что в каждом ряду кромочная провязывается в лицевом ряду лицевыми в изнаночном изнаночными вы конечно можете провязывать здесь лицевой здесь изнаночные суть от этого не поменяется просто получается край абсолютно вот такой же идентичный я провязывала и одним способом и вторым но суть в том что мы провязываем в каждом ряду кромочную провязываем в каждом ряду в начале и в конце будь это изнаночный будь это лицевой получается абсолютный вот такой вот краешек который он получается тонким вот так тоненьким нет этой цепочки которые есть в этом на видите в каждом ряду она не крупная очень мелкая и пришивание нам удобно будет здесь брать и соединять детали это был способ провязывания кромки для швов очень удобные берите на заметку провяжите обязательно посмотрите как провязывается получается у вас край здесь помните что не надо расслаблять эти петли и вообще как бы я рекомендую провязать и на каждой бумажке написать как мелким допустим шрифтом напишите как вы провязывали первую последнюю петлю а там 4 было варианта здесь вот можно даже написать для каких это изделий для вот рукав кстати очень тонкий тонкий получается шов когда мы сшиваем рукава это у нас был край для шпа еще один край который называется узелковый он образует вот такие вот узелочки края очень симпатичные этот край тоже является довольно таки прочным и при этом способе можно легко набирать дополнительно петли сбоку вот равномерно и можно также хорошо подсчитывать и легко ряды как он вывязывается первая петля у нас при провязывании изнаночного получается вот такая вот петля на лицевой на лицевой глади лицевых рядах мы снимаем эту петлю как при лицевом вязании то есть у нас нить за спицей провязываем узор который у нас есть данном случае это лицевой лицевые ряды лицевое полотно последнюю петлю мы провязываем лицевой лицевой провязываем поворачиваем наше вязание и первую кромочную петлю мы снимаем как при лицевом отводим рабочую нить за спицу нить за спицу снимаем петлю ее не провязывая поворачиваем для того чтобы провязывать нить поворачиваем для того чтобы провязывать изнаночные петли вяжем изнаночный ряд первую мы сняли провязываем изнаночный ряд и последнюю петельку мы провязываем лицевой мы провязываем ее лицевой поворачиваем наше вязание у нас нить перед спицей мы ее отводим за спицу снимаем нашу петлю как при лицевом вязание не провязывая вяжем лицевые петли или либо узор выбранный вами провязываем до конца в конце провязываем последнюю кромочную петлю лицевой петлей лицевой петель поворачиваем вязание рабочую нить заводим за спицу снимаем первую кромочную петлю как при лицевом вязание и поворачиваем сюда петельку для того чтобы провязывать изнаночные у нас получается вот эта рабочая нить как будто обвела вот эту кромочную за счет этого и получается вот эти вот красивые узелки на краешки нашего изделия провязываем изнаночный ряд до конца последнюю петельку провязываем лицевой этот край довольно таки прочный симпатичные красивые я сейчас лицевой обычные не скрещенные просто лицевые сейчас я вот провязывала и подумала что даже если будет край такое можно за вот эти можно даже сделать и где кисти нужны то есть использовать его можно где угодно по назначению где вам понравится если вы сможете его вывязывать потренируетесь запомнят ваши руки как провязывать вот так выглядит край узелковый он тоже довольно таки прочные такие узелки рассмотрим еще одну кромку это двойная жемчужная кромка так еще называется суть ее состоит в том что мы первую кромочную и последнюю петлю вяжем лицевыми петлями как в лицевом так и в изнаночном ряду первую кромочную петельку она у нас получается нить перед спицей мы ее заводим за спицу провязываем как лицевую за переднюю стенку можно попробовать и за заднюю но я уж так провязывала лицевой провязываем вяжем основной наш узор который вы выбрали данном случае меня лицевой и последнюю петлю я провяжу лицевой лицевой петлей провязываю последнюю поворачиваю вязание и на изнаночном изнаночном ряду нить которая перед спицей заведу за спицу провяжу петлю как лицевую за переднюю стеночку вот так провязываю изнаночные петли до конца и последнюю петлю я провяжу лицевой петлей суть заключается в том что в каждом ряду мы провязываем первую лицевой и последнюю тоже лицевой в каждом ряду провязываем лицевой поворачиваем вязание нить у нас получается перед спицей я и заведу ее за спицу провяжу первую петлю лицевой сильно тоже здесь ниточку не растягивайте провязываем лицевой ряд и в конце я провяжу его лицевой этот сам край называет его двойной жемчужный да потому что за счет того что в каждом ряду провязываются петельки эти тоже как этот узелковый ряд получается но он получается в каждом ряду и этот наборный край удобен для носочков когда мы набираем петельки для того чтобы не было образования таких дырочек на изнанке и заведу рабочую нить за спицу провяжу ее лицевой провяжу все изнаночную свои изнаночные петельки свой узор и последнюю я провяжу лицевой он получается прочным этот край и не растягивается не дает таких дырочек как при другом крае последнюю лицевой это был у нас двойная жемчужная кромка где провязывали с каждом ряду лицевая и изнаночный ряд у нас провязывали все кромки лицевой петлей вот получается вот такой край видите где растянуто то есть лучше петельки не растягивать теперь сравним наш кромочный край который мы вязали узелковый и вот тут специально не распускала вот как выглядит узелковый способ он более редкие узелки более редкие а вот здесь они более частые провязываются видите более часто здесь имеет большее пространство этот край более прочный чем вот этот он свободнее но они оба тоже способны для тоже для сшивания предназначены то есть это двойной жемчужный здесь получается как такие вот как некий такой же мчик распущенный вот он применяется для носочков где нужно схватить петельки и чтобы не было образования таких больших петелек как при вот допустим если мы будем вот такой край делать на носочках мы вот здесь возьмем петлю и у нас здесь будет образовываться вот такая вот щель дырка а при этом крае у нас будет совершенно другой существует еще один способ он аналогичный абсолютно одинаковые я его не стану показывать он называется ну его пишут в литературе швейцарская кромка но он тоже так является таким же вот жемчужным краем суть его заключается в том что первую и последнюю мы вяжем изнаночные в каждом ряду что в изнанке что в лицевом то есть петли не лицевые а изнаночные за счет этого происходит больше обвитие самой кромки и получается здесь вот эти узелки они более завитые более такие толстые тоже для того чтобы сшивать разные изделия и он получается еще крепче чем этот я уже его не стану показывать потому что он идентичный этому узелковым жемчужному да вот тут узелковым более редкие этот жемчужный более частый и более прочный край здесь тоже не забываем сильно вот петельки не растяните вот в одном месте я прям вижу что здесь чуть растянула и у меня получился больше узелок растянулся вот здесь за кромкой нужно следить чтобы край был вот здесь у меня получилось лучше для образца я вижу быстро поэтому вот такой вот край получается я думаю что он и для сшивания будет лучше чем тот который идет первый классический ровный край там вот эти косички будут немного стягивать полотно это тоже подойдет и также вот и для носочков еще один край называется патентный потому что чаще всего используют для патентных резинок но бывают моменты когда нам нужно чтоб край был вот так вот собран либо какие-либо горловины я использовала этот способ здесь участвуют 3 петельки кромочные считаются мы их не считаем потому что они закручиваются заворачиваются каким способом провязываться 3 в начале 3 в конце участвуют в нашей кромке как мы провязываем первую лицевую мы снимаем провязываем лицевыми петельками лицевом ряду и оставшиеся петли лицевые или выбранный узор вами в конце ряда мы будем использовать наши три петельки таким образом вот мы приблизились к трем последним петлям мы две снимем не провязывая нить у нас будет за спицей а последнюю мы провязываем лицевой петлей поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону так как лицевом ряду у нас эти петли были не провязаны а последняя была провязана снимаем кромочную последнюю петельку и провязываем вот эти петли которые у нас были в лицевом ряду просто сняты не провязаны они как бы будут провязываться через ряд а так как петли эти снимаются через ряд за счет этого будет заворачиваться краешек провязываем изнаночные петельки до конца ряда и в конце у нас будут участвовать 3 петельки в нашей кромки мы 2 будем снимать не провязывая как он они у нас лежат на спице так мы их и снимем нить у нас будет рабочая перед спицей мы снимаем первую вот вторую и последнюю петельку мы провязываем изнаночной поворачиваем наше вязание и провязываем эти петли каким образом первую мы снимаем так как она была провязана и вот эти две петли которые у нас не участвовали вязание не видите какие у нас получаются они просто сняты у нас со спицы мы их провяжем провяжем таким способом чтобы нас петля была раскрыта здесь в данном случае они у нас получились за переднюю стенку мы свяжем вот так и дальше мы провяжем лицевые петельки до конца ряда и мы снимаем петли не провязывая а последнюю петлю мы провязываем лицевой поворачиваем вязание так как они у нас были в прошлом ряду не провязаны мы снимем крайнюю петельку и провяжем таким образом чтобы они были у нас раскрыты за счет этого что мы в одном ряду их провязываем в другом ряду мы их снимаем они у провязываются через ряд за счет этого у нас кромка закругляется и получается более округлая этот способ удобен для резинок когда петельки которые мы будем вывязывать цепочкой как в первом способе я показывала они будут не подходить потому что будет рыхлый край а этот край он будет украшать резинку и любой край который нам нужно закруглить без обработки дошли до конца вторую третью мы снимаем не провязывая провязываем изнаночную поворачиваем вязание так как в прошлом ряду они были у нас не провязаны сняты мы в этом лицевом ряду мы их провяжем за переднюю стенку таким образом провяжем полностью все наши петли лицевые провяжем до конца до трех последних петелек которые будут участок нашей кромки вот наши три петли вторую третью вторую мы снимаем нить у нас за спицей и провязываем лицевой поворачиваем наше вязание и провязываем так как они у нас были сняты видно да вот перепон очка это мы их провязываем таким образом чтобы петля была раскрыта то есть за заднюю стенку чтобы вот здесь они не были скрещены и провязываем до конца изнаночными петельками либо узором которого выбрали и в конце участвуют 3 петельки которые также будут у нас третью вторую снимаем последнюю провязываем поворачиваем и так далее у нас получается вот кромочный ряд в лицевой глади видите что у нас лицевая немножко край стягивается за счет этого этот край можно использовать для того чтобы где-то на горловине допустим если это v-образная горловина я использовала такой способ потому что при вывязывании по косой получается там убавляются вот этот край будет держать горловину используется для патентных резинок как я сказала и в любых случаях где вам нужно чтобы край был закручен и обработан вот таким образом но учитывайте что на лицевой глади он немножечко стягивает так как в одном ряду провязываются петли в другом он снимаются это был вот еще один кромочный край который можно использовать можно его связать также подписать как вывязывать и использовать дальнейшем и так я показала всего лишь небольшое количество всех кромочных это у нас был 1 буду показывать вот так потому что наша кромка видно больше на изнанке это был первый у нас способ второй способ когда у нас мы провязывали в каждом ряду зубчатый край все способы я специально не распускала видно где больше заворачиваются где нет конечно образцы нужно проутюживать смотреть как ведет себя при лицевой при изнаночной при другом вот здесь и жемчужные уже идет вот почаще и по последней который я показала это у нас вот так для патентных узоров для горловину можно использовать здесь все можно регулировать самостоятельно либо больше затягивать либо меньше получается что мы будем контролировать сами натяжение вот всех вот этих наших рядов вот здесь в данном случае имею ввиду вот в общем то и все способы которыми я пользуюсь в своей практике вижу довольно таки часто и использую их и бывает иногда я немножко забываю вот допустим для пяточек очень хорошо когда ты помнишь поэтому и решила записывать видео для того чтобы и вам было напоминалкой можно было открыть и посмотреть каким способом где можно провязать ну и я тоже иногда буду периодически заглядывать потому что не всегда в свои книжки и тетрадки я смотрю чаще всего используют вот этот ровный край он более эластичный более такой растягивающийся и где нам нужно уже чтобы край был более плотный более стянутый мы уже выбираем тот способ который мы уже знаем и конечно хорошо было бы это на практике немножечко отработать что я вам рекомендую на этом я заканчиваю свой урок со всеми прощаюсь всем пока до новых встреч до новых видео